Добрый день! С вами Елена Алинов от Музея тактической медицины. Рада новым встречам и с моими подписчиками, и случайными зрителями моего канала. Сегодняшнее видео я бы хотела посвятить подкожно-двенозному порту российского производства, Майпорт. Как я недавно в одном из видео сказала, что я испытала культурный шок дважды за неделю. Сначала я встретила трахеостомическую трубку, которая аналог Портекс фирмы. А следом, буквально на следующий день или через день, увидела российский венозный порт. В нашем учреждении эти порты устанавливались в течение многих лет в достаточном количестве. Хотелось бы, может быть, больше. То есть показаний у пациентов возникают больше. И, может быть, об этом потом какое-нибудь отдельное видео снимем. Почему они устанавливались больше, для кого есть какие показания. Варианты других портов, может быть, на эту тему стоит поговорить. Но сегодня мне больше хотелось бы вот этой Майпорт посвятить. Ну, Майпорт российский производство, но, опять же, вот этот Майпорт дроп-бай-дроп. Капля за каплей, капля за каплей, дроп-бай-дроп. Все это, конечно, немножко так американизировано. Но это особенности времени, когда, как в свое время был латинский язык, международным, медицинским языком. Сейчас все-таки можно с этим согласиться, что английский язык, он становится международным, в том числе медицинским языком. Поэтому это, ну, как раз, реалии времени. Но мне вот хотелось бы об этом сказать. Я тоже посмотрела на эту тему, я изучила немножко эту ситуацию, что это за компания, как долго она вообще производится, чем она занимается, каким производством, как долго она. И, то есть, вот этот Титан-Био, он всего лишь с 2019 года. То есть, сам Титан-Био с 2016 года, а вот эти вот порты производят с 2019 года. Сейчас в 2021 год. То есть, там это в небольшом ограниченном количестве. И все это в рамках импортозамещения. Молодцы, конечно. Вот у меня такие ассоциации возникают, как они замахнутся ли нам на Шекспира. А что же, давайте замахнемся. И пока мне рано отслеживать качество, ну, это вообще не мои компетенции, не моего уровня компетенции, отслеживать какой-то качестве продукции. Однозначно, она прошла все сертификации. Но, тем не менее, когда применяется и в эксплуатации смотришь, мнение какое-то формируется. Правда? Я не смогу показать вам сегодня сам порт. У меня нет образца материала. Но фотографии какие-то вот включить можно. Но вот определенные плюсы от этого порта, мне хотелось прямо вот пока немножко совсем о нем рассказать. Определенные плюсы у него есть. Вот если сравнить, я даже не хочу сказать, что это реклама предприятия, хотя в какой-то степени это звучит. Я никогда не скрываю тому, что я радуюсь, когда есть какое-то российское производство, если от этого не страдает качество, если от этого не страдают пациенты. Я это всегда радуюсь. Я всегда за это. Такой момент я уловила вот в этих портах. Вот этот порт Бибрамский. Поближе сейчас покажу. Здесь вот определенная такая профильность. То есть ямка кратерообразная. Кратерообразная вот здесь вот ямочка. А у портов MyPort немножко выпуклость. То есть нет такой профильности. И мне только один вот этот момент хочется вот на него обратить внимание. И привести пример пролежни порта. То есть когда длительное время порт стоит, вот так вот имитация здесь подкожного порта веносного. Вот так вот он стоит под кожей. Если мягких тканей достаточно много, вот так вот он пальпируется, мягких тканей достаточно много на грудной стенке. Это даже удобно вот через этот кратер пунктировать, попадать иглой туда, куда нужно. Это даже удобно. Но в тех случаях, когда пациент порт стоит практически под кожей, истончена кожа или при установке бывает, что немножко вот такое натяжение в кармане. В этом случае высокая вероятность пролежни порта, когда вот по этим ребрам больше вероятность образования пролежни. И про пролежни вообще рано отслеживать. Компании существуют вообще. С 2019 года порты только существуют. Они должны по 5 лет, по 3, по 5 лет. Когда 5 лет они отстоят, когда определенные у каждого врача или все вместе собирать, сложится картина единого такого опыта применения вот этих портов. Как там у них замочек стоит, насколько удобно, не отстегивается он. Как вот в плане пролежни. Это все многолетние исследования. Пока это только безопасность и сопоставимое качество. Все. Вот об этом только можно говорить. Но мне кажется, вот в плане пролежни вот этот порт должен быть даже немножко удобнее. Даже наш, отечественный, даже должен быть лучше. То есть, как говорится, такую вишенку с торта слямзили и свое, у меня такие ассоциации еще возникают, как говорится, подковали блоху. То есть, само производство, сама идея, это все принадлежит. Даже мы Барт-компанию не рассматриваем. Она на американском рынке. Вся Европа полностью Бибраун. И у меня, и у меня тоже вот ассоциации. Все, что касается инъекций, это только Бибраун. Бибраун. У меня такие ассоциации. И я смотрела видео небольшое, когда представители этого завода, не знаю, как правильно сказать, директор завода, кто он там, как сейчас там, менеджер по продажам, кто там, по связи с общественностью. Ну, не знаю, я отдельно там видео с ним. То есть, возмущаются, что же такое, почему вот наши порты, их не так быстро закупают. Наверное, здесь какой-то умысел. Наверное, здесь, ну, хотя он даже дешевле получается для закупок. Наверное, здесь какой-то умысел конкурентов в происке. Ну, разумеется, а что тут удивительно, а что вы хотели? Если десятилетия компаний на рынке, услуг, и кроме портов, у них все, что касается инъекций. Все, вот, возникает слово инъекция, вот, и тут же Бибраун. Нет других компаний на этом рынке. Нет, у них миллиардные, много миллиардные обороты. Вот, и при этом появляется компания, которая произвела 300 портов и обиделась. Почему их так срочно не раскупили, не запросили еще столько же. Но ерничать, ерменизировать, это можно бесконечно. Давайте вот такую ситуацию просто обсудим, как пролежень порта. Вот такой вот, посмотрите пример. Вот здесь 8 месяцев назад устанавливался подкожный венозный порт. И вот мы видим вот такое осложнение. В виде, оно не критичное, но порт придется удалять. То есть инфицирование пока не произошло. Это пролежень порта. Видим, что сам шовчик вот здесь вот выше, он в хорошем состоянии. Вот такой внутрикожный был. А ниже уголок порта, так вот у нас он образовал пролежень. Здесь вот пальпируется проводок сам. Ну, использовать его еще можно, но уже рискованно. Уже нельзя показано его удалять. Иногда бывает это у худых пациентов. Или когда, ну, в процессе лечения произошла потеря веса. Бывает по 10-15 килограмм потери веса. Здесь такой потери веса нет. И, ну, можно так все-таки сказать, что это как, ну, немножко как дефект установки. Бывает, когда чуть-чуть тесноват, карман делаем. Бывает, что все равно натяжение, вот так, одного угла. И постепенно образуется пролежень. Ну, а бывает великоват карман. И порт тогда внутри может переворачиваться относительно своей оси. Поворот порта. Это ситуация, которая тоже требует иногда хирургического вмешательства. Разворачивать его назад. Тоже пользоваться невозможно. По этой золотой середине всегда вот так трудно бывает найти. Ну, иногда просто вот как бы сокращается вот этот карман. И уголок вот порта идет в пролежень. Бывает, вот по каким-то независимым причинам происходит. Большое спасибо всем за внимание. Еще я видела публикацию такую, называется «Титаническая революция». Ну, вот в области «Титаническая революция», когда люди, вот менеджеры, в общем словом так назовем, проработав три года и уже получив заказы и поддержку от государства, грандиозную поддержку от государства, остаются все равно чем-то недовольны и считают, что они применяют просто титанический труд. Вот титанический труд, ну может это слово «титан», им тоже нравится слово «титан», потому что это там «титан» используется в российском производстве. Вот титанический труд по продвижению своей продукции. Чем он труд заключается, я не могу понять. Вот я как человек, ставящий, ну, единичные порты, у нас еще доктора многие ставят порты, и сейчас есть у нас отдельная рентгеноперационная, где доктор занимается вот этим. Я вообще случайно узнала даже об этом. Ни одного представителя компании, ни одной какой-то рекламы, ни где-то там, ну может на каких-то конференциях где-то они там звучали, вот, никто даже не знает об этих портах. Хотя посмотрела по каталог продукции, там есть даже более удобные варианты, ну, с боковым расположением вот этого порта, то есть вот двойные, то есть весь диапазон, весь диапазон с боковым расположением. Никто об этом не знает. Кроме того, иголки подкожные, вот иголки вот эти для портов, которые стоят тысячу рублей, можно продавать значительно дешевле и обеспечивать пациентов по, у тех, у кого уже установлен любой порт, обеспечивать пациентов бесплатно, это тоже не проводится. Поэтому вместе с благодарностью со зрителями, я в конце хотела сказать спасибо за внимание, ну и хочу пожелать дальнейших титанических усилий компании по продвижению своей продукции. Компании MyPort вот этой, по титаническим усилиям продвижения своей продукции. На этом все. Ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии. Если видео вам понравилось, можете поддержать автор канала, отправив небольшую сумму на реквизиты, указанную внизу. Всем всего доброго. Пока!